здравствуйте друзья сегодня я решил так сказать взять себя в руки и несмотря на весь тот кошмар который творится вокруг продолжать свое так сказать скромное дело цель этого канала все таки это сделать сделать от мир немножко чуточку лучше и в данном случае с помощью синтезатора фирмы yamaha конечно канал чисто музыкальный не хочу лезть в эту всю политику все что творится конечно но у меня просто физически не было никаких сил и вдохновение вместе с музыка скажем так ушли далеко и надолго физически даже мол не мог к инструменту подойти последнее время поэтому ребята братья украинцы держитесь я надеюсь что весь кошмар скоро закончится и действительно все люди и да и с украины и с россии тоже из других стран которые говорят на русском языке они смогут зажить насколько это возможно нормальной жизни ну что ж я буду продолжать свое маленькое дело и вносить свой вклад как бы в нормализацию насколько это возможно и так сегодня значит давайте так давайте поговорим с вами о пакетах и пакеты расширения объясню что это такое как с ними работать почему столько разных форматов файлов откуда это путаница ночью все все что с этим связано так что такое пакеты расширений пакеты расширений это английском the expansion tags это технология ямаховская которая появилась синтезаторах там начиная с 950 серии сейчас исторически расскажу что нам произошло и она позволяет закачивать какие-то звуки на основе пользовательских звуковых форм ну или пользователь сэмплов проще говоря раньше этой технологии в ямахах не существовало то есть мы были там в старых тайросов какие-то вещи которые типа свой сэмплер там онлайн был там в одной в одной из тайросовских серий в синтезаторах а серии в принципе ничего такого не было насколько я знаю вот ну начиная с 950 и 750 вот этих вот серий 50 серии ну это раз 4 во флагманом в то время ямаха значит дала возможность скачивать с с ее сайта официального какие-то идет пакеты расширений в котором были вот такие звуки там появился дать евро дэнспека всякое такое я думаю многие слышали и они это сделали ну скажем так технически они сделали это очень ограничено свое время и я думаю сами это осознали и с начиная со 70 серии ну да и в тайросе 5 как флагмане который был параллельный той серии они решили полностью переписать этот формат и тогда появилась уже поддержка ем вот этого я ямаха expansion менеджер менеджер появились вот эти вот себе файлы теперь файлы сейчас об этом всем поговорим тоже продолжение видео и этот формат он был на нему скажем идеально там действительно очень много недостатков но все еще много не стал к нукой но он все-таки гораздо лучше не то что было раньше и они пока решили вот с их серии дженос они за решили составить оставить этот формат и поэтому вы видите что вот эти пакеты они многие пакеты они как бы предназначены начиная от 70 серии и выше да то есть их серия дженос как бы как флагман и так далее значит что может храниться в этих пакетах но мы сказали что на основании каких-то сторонних до звуковых форм или сторонних сэмплов проще говоря можно создавать звуки но это по сути было с главным триггером до создания вот этой вот технологии менеджмента пакетов технологии этих пакетов но кроме того можно хранить там и стиле можно хранить внутри пакета и банки регистрационной памяти и мультипады на принципе все что угодно вот но все-таки опять же главное это звук я сейчас объясню почему значит дело в том что давайте немножко поговорим про архитектуру памяти в синтезаторах но опять же не хочу сильно вдаваться в технические подробности у меня был такой базовый обзор файловой системы тут возможно чуть-чуть глубже копнем и я расскажу почему вот этот вот expansion memory он куда он устанавливается и и как он устанавливается да то есть несколько видов памяти в ямахе есть память которая она очень быстрая она ридонли ну то есть ее можно только только начать только на чтение нельзя никак содержимой этой памяти модифицировать и она хранит все за все звуки которые приходят нам с завода ну то есть то что ямаха установила на те звуки и хранятся есть пользовательская память но это по сути какой-то такой жесткий диск где мы тоже куда мы можем действительно что ну какие-то вещи копировать есть флешка флешка понятно тоже можно копировать 1 2 несколько можно допустим покажу вот этот прицел это заводская память пользовательская память это вот юзер это диск внутренний вот этот usb 1 и usb 2 видит здесь две флешки есть вот этот expansion тут как раз вот это вот память для расширения то есть доступ к расширению значит почему вообще нельзя копировать с памяти под расширение но мы уже понимаем что действительно для расширения есть какой-то отдельный особенный вид памяти которого раньше в принципе не было вот сейчас он появился и нельзя как бы копировать просто так сами сэмплы которые вот действительно хранятся в этой expansion memory на допустим юзер памяти ли на флешку и так далее почему нельзя это делать дело в том что вот это expansion memory он должен быть очень быстро вот точно так же как и фабричная память вот из памяти под расширение нужно уметь в реальном времени считывать звуки и проигрывать их никаких подобных требований к флешке или к пользовательской памяти нету то есть не должна быть память настолько быстрый и поэтому мы конечно да можно сказать что мы можем копировать допустим звуки с с фабричной памяти ли с expansion допустим в какую-то пользовательскую память или на флешку на самом деле мы копируем не звуки то есть мы копируем только параметры этих звуков то есть мы не копируем сами сэмплы из которых состоит звук это важно это как бы важно понимать уже для того чтобы понять что можно делать это expansion memory что нельзя делать expansion memory то есть для стилей допустим да ну который по сути это миди дата да ну есть и всего прочего нету таких нету таких ограничений и в принципе можно любой стиль из expansion memory скопировать абсолютно без проблем там ютерскую память в на флешку и это тоже будет работать а звук если мы будем копировать ну давайте попробуем да стиль покажу допустим зайдем там какой-нибудь дженосовский буду пакет использовать мы берем стиль выбрали можем сделать файл сейф и вот допустим ну допустим в юзер память переписать дам в куме там сейфер допустим курс возьму папку вот тоже можно переписать да нет проблем а вот если мы зайдем через войс тоже заходим в expansion memory наш заходим дженос 2 допустим и начинаем если мы копируем да то есть сохраняем это то мы сохраняем не полностью стиль а мы сохраняем только параметры а сэмплы они опять живут астана останутся там же то есть там же где мы там же где они изначально хранились то есть в этой expansion memory на общем вот вот такие вот такие дела поэтому это как бы это очень очень важно понимать хорошо теперь давайте посмотрим что как на синтезаторе принципе это устанавливается вообще говоря ямаха общая до такой теоретическая сноска такая что в принципе ямаха взяла курс на то что бы не в самом синтезаторе можно было организовывать все вот эти вот звуки кастомные и так далее но пользовательские а на компьютере и это тоже очень как бы очень важно понимать то есть какого-то встроенного сэмплера в ямаховских синтезаторах нету это функциональность вынесена в компьютер и исходя из этого очень ну скажем так супер минимальный минималистичные у нас возможности в самом синтезаторе но мы можем зайти сейчас меню он тут есть у нас expansion и все что он умеет делать это вот экспорт инструменты это ну как сказать это такой ключ специальный криптографический то есть это файл который описывают именно конкретно вот этот вот инструмент то есть не модель принципе джэнас как как таковую вот именно конкретно вот этот инструмент и многие пакеты как но особенно которые покупаются то производители пакетов просят выслать действительно этот файл для того чтобы можно было закодировать пакет именно под нужды этого инструмента вот это как бы 1 1 1 из кейс то есть одно предназначение вот такого вот этого вот файла другое предназначение этого файла это в самой программе ем можно ну как сконфигурировать что она будет знать что именно с этим инструментом мы работаем но это будет влиять на то количество памяти свободной которая для инструмента доступно ну и так далее то есть всякие такие параметры то есть конечно ем должен знать с каким инструментом он работает да то есть yamaha expansion manager ну чуть позже не поговорим более детально но сейчас мы рассматриваем синтезатор как бы поэтому вот это вот если мы нажимаем здесь экспорт инструмент инфо то видите там он говорит что вставьте юсб флешку и нажмите окей тогда просто создаст нам файл этот нам файл с таким расширением n27 сейчас отменили это либо если у нас нажмем на него он начнет искать файлы которые заканчиваются на cpi или ppi ну или cq мы об этом поговорим чуть позже опять же и можно будет файл этот выбрать и начать установку пакета но процесс этот долгий он будет требовать рестарта опять же система но абсолютно не идеально еще да но тем не менее это имеем то что имеем вот и тогда эти файлы установятся значит больше но в дженосе по крайней мере ничего нельзя сделать ну может синтезатора будущих каких-то моделей они как-то это изменят но пока так вот значит теперь давайте поговорим про различные форматы этих файлов вот эти вот теперь в пи 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 люди путаются и не очень понятно как как она работает значит смотрите все что с на ай заканчивается до сети ай пи пи ай это те файлы которые предназначены для установки непосредственно в сам синтезатор в некоторых случаях их можно скачать из интернета уже вот такими то есть которые заканчиваются на ай в некоторых случаях ну как бы в большинстве случаях да их можно создавать с помощью программы yamaha expansion менеджер то есть с помощью вот этого ем эти файлы с ними уже прыгну как бы сделать с ними ничего нельзя то есть тоже можно сказать что готовые образы всех пакетов которые нужно установить разница между себе ай и пи пи ай потом тот который пипи ай он протекли то есть он защищенный вот это опять же связано с с тем чтобы избежать незаконного копирования как бы пакетов между инструментами но то получится так что допустим купит человек один пакет и все остальные люди просто его скопируют ну то есть как бы этот тот способ которым yamaha решает опять же способ не идеальный будут возникать вопросы что происходит при переходе с синтезатора допустим если я допустим купил какой-то пакет и потом я купил через несколько лет вышел новый синтезатор я покупаю синтезатор новой серии что происходит должен я опять платить производителю пакета или как это все будет работать ну непонятно пока я не видел какого-то такого вменяемого ответа от от ямахи но это то что есть опять же иметь это ввиду но вот это вот так или иначе вот эти вот файлы которые cpi и ppi они предназначены для установки в самом синтезаторе и файлы а файлы которые cpf и ppf это те файлы самих пакетов которые грузятся в ем то есть синтезатор установить нельзя но их можно загрузить yamaha expansion менеджера и на основании вот этих вот пакетов можно ну что-то туда добавить можно изменить можно создать какой-то образ cpi или вот этого cpi или ppi да и там и ему на работа как бы несколько несколько этапов то есть сначала мы загружаем вот эти cpf или ppf или там что у нас есть в ем потом мы выделяем ну такими галочки ставим а что собственно мы хотели бы из этого вставить в инструмент и потом нажимаем такую специальную кнопку типа создать пакет и вот он начинает да тоже довольно долгий процесс он там можно это не десятки минут если если ну как бы если пакет большой много памяти особенно для джена за это актуально не туда 3 гигабайта можно под эту память выделять которая под экспансию то есть можно пакет может до 3 гигабайт занимать и он позволит создать собственно этот ем позволит создать вот этот файл cpi и ppi значит можно ли напрямую закачивать cpi и ppi да можно действительно в инструмент но я бы все-таки рекомендовал работать с cpf и ppf файлами то есть для ем то есть работать именно через этот ем ну потому что он он как менеджер он может сказать сколько доступной памяти есть как позволить как-то модифицировать эти пакеты если нужно то есть он на себя возьмет менеджмент вот этого вот всего организацию как бы вот этого всего вот памяти и он должен память инструмента должен он будет понимать что где находится это как бы очень важно и ну есть еще допустим такая возможность quick installation это называется то есть быстрая установка он создаст нам файлы cq ай можно это сделать так опять же если мы работаем через ем и он тогда позволит вычислить только ту разницу вот допустим от какой-то новый пакет добавили вот есть одна разница в только один новый пакет позволит устанавливать не все сразу а вот только вот создать маленький такой образ и как бы добавить его это просто будет установка гораздо более быстро вот и это значит все эти возможности они конечно при просто ну скажем так если не устанавливать ем они принципе недоступны то есть каждый раз даже если у нас будет какой-то пакет мы просто устанавливаем просто ну все инструменты все бы никто у нас не это дело не организует правильно в общем вот вот такие дела поэтому я это видео как бы ну специально оставляю пока только для работы синтезатором только ну который показывает только сток а синтезатор не показывает компьютер и не показывает отъем но это можно будет снять отдельное видео как его устанавливать сам этот ем как подключать синтезатор к нему ну в общем то там там очень многое с чего объяснять но эта тема так скажем так более продвинутая но в любом случае пользователи могут установить этот ем и уже пользуясь этими концепциями которые объяснил в этом видео они уже действительно будут понимать что к чему ну и по крайней мере не будет путаться в но в этих разных форматах поэтому я надеюсь что это видео было вам полезным и опять же надеюсь что я буду снимать последующие видео и мы выучим с вами синтезатора фирмы yamaha еще лучше но сейчас всем хорошего настроения и всем творческих успехов и желаю всем действительно удачи пока